КПРФ 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 чтобы стать эффективным инструментом проведения внешней политики России в области международного гуманитарного сотрудничества и в работе с соотечественниками на пространстве СНГ и во всем мире. Но Минфин, с согласия правительства, посадил Россотрудничество на голодный финансовый паёк и связал по рукам и ногам своими инструкциями. Сейчас из-за отсутствия необходимых средств не могут эффективно работать 78 научно-культурных российских центров и 75 сохранённых Россотрудничеством общей дружбы с Россией. Из 2 миллиардов рублей, которые выделены на этот год, 80% уходит на содержание аппарата и зданий, и лишь 20% на программную деятельность, на работу с соотечественниками – ноль. Обратите внимание, у наших конкурентов совсем другой масштаб. Годовой бюджет Британского совета в 15 раз больше, Германского института Гёте и Французского альянса в 5 раз больше. Поэтому ни о каких прорывах в гуманитарной сфере и в работе с соотечественниками говорить при 2 миллиардах рублей финансирования в год невозможно. Но театр абсурда продолжается и дальше. Вдумайтесь, Россотрудничество, созданное специально для расширения международных связей, лишено Минфинам бюджетной строки по приёму зарубежных делегаций. У него также нет ни строки, ни одной копейки для командирования зарубеж российских политологов и учёных, для того, чтобы они продвигали там в информационном пространстве гуманитарные инициативы России. Если это не злой умысел, то что это? В заявлении правильно отмечено, что пришла пора действительно превратить Россотрудничество в эффективный инструмент проведения внешней политики России. Но для этого надо в 4-5 раз увеличить его финансирование. Та же проблема и с госпрограммой переселения. Если мы хотим использовать её для решения демографии в Сибири и Дальнем Востоке, то нельзя перекладывать жилищное обустройство только на плечи субъектов федерации. Российская власть обязана делом доказать, что Россия для соотечественников не злая мачеха, а родина-мать. И с помощью сплочённой диаспоры мы можем увеличить гуманитарное влияние в мире, призывая не к войне, а к сотрудничеству цивилизаций. Это великая гуманитарная миссия России.